здравствуйте дорогие друзья продолжаем нашу недельную главу вообще знание о том что все вещи решаются все-таки на небе было даже у народов и доллопоклонников вот балак поэтому строил жертвенник богу приносил жертву баранов быков его действиях было может быть 99 процентов зла но все равно одна маленькая искорка добра есть и вот она не пропадает ничего сделано человеком хорошего не пропадает и поэтому он удостоился говорят мудрецы такой внучки как рутма витянка бабушка царя давида и это потрясающе ни одного доброго поступка который бы пропал впустую не существует каждое действие приносит плоды даже спустя поколение для чего это вообще рассказывает это для нас надо вдуматься нам снова слава богу мы же лучше балака даже вот нам сегодня тем более важно с сегодняшнего дня начать что-то изменять идти вперед потому что мы видим на примере даже врагов какие великие вещи происходят вообще знаете для разрядки расскажу анекдот спасает всегда от того чтобы засосал мир генетическая религиозность знаете какая у евреев генетическая религиозность сейчас анекдот расскажу встречается двое друзей далеких от тора от заповедей как дела говорит что у тебя нового не спрашивает даже сын сделал шоу ушел в религию той кошмар какой ты даже не знаю что я бы на твоем месте сделал через месяца два встречаются снова опять говорят ну как тебе у тебя сейчас но ты знаешь еще хуже дочь ушла в религию он ужас что творится ты знаешь тебе нужно в доме мизузы проверить шутка вернемся к нашему недельной главе среди тех кто был на совете фараона описывает нам мудрецы где решили топить помните еврейских младенцев мужского пола было три советника белом который посоветовал убивать младенцев и потом был убит йов который хранил молчание и он был наказан потом ужасные мучения и тро который протестовал и стал одним из частью еврейского народа наши мидраше говорят что потенциально белом мог стать более великим чем машин а для чего нам это рассказывает это рассказ о потерянных возможностях каждого из нас это рассказ о том что у каждого из нас есть что-то такое что вложено для чего мы пришли в этот мир и что мы не должны это терять никто не должен на себе так сказать и говорит что все все я уже ничего не могу ты все можешь написали ты можешь все и поэтому вот этот рассказ о потерянных возможностях это не для констатации поражения не для депрессняка нет это о том чтобы разложить в любом случае когда есть проблема надо разложить и она составляющим и так говорили мудрецы и и смотри чем проблема кстати они сказали что одно из самых таких сложностей которые есть у нас это потерянное умение слушать давайте быстро про неумение слушать муж и жена слушает выступление касающиеся хороших отношений в семье выступающий говорит о спорах между супругами там и говорит если муж скупой то это плохо а если расточительный тоже плохо также о жене и вот когда не вышли теперь каждый услышал свое жена говорит как плохо быть скупой а муж как плохо расточительность поэтому на нас возложена вот такая миссия постоянно стоять на страже проверять размышлять действительно это что мы слышали было произнесено или нам это только захотелось услышать знаете когда девочка маленькая с мамой в больнице мамой говорит бахилы не одевай она кричит не хочет проходит доктор увидел этот красавица здесь положено одевать бахилы немедленно один бахилы она прошла мама слышала что доктор слышал сказал что я красавица поэтому чтобы завершить найти на этой шуточной ноте вот рассказом как надо вдуматься люди слышат одно говорят другое и все по-разному однажды в аудитории выступал знаменитый раф это раф швадрон и вот он говорит вы знаете какая сладость наступает когда человек завершив утреннюю молитву садится получить немножко аллахи или мусора нет ничего прекраснее это как будто выпил холодную газированную воду после горячего блюда в шаббат прошло десять лет и однажды раф швадрон шел по улице к нему бежит один и кричит уважаемый раф спасибо вы для меня изменили шаббат раф был тронут такой он говорит о чем вы говорите а помните вот то выступление когда вы сказали что изучать аллаху после молитвы как выпить газированную воду после горячего блюда ну раф обрадовался речь его принесла результаты теперь человек учит после молитвы но тут говорит с тех самых пор я каждый раз вижу чтобы выпить стакан холодной воды газированной после горячего блюда это действительно приносит великолепное ощущение спасибо вам за новый шаббат так что мудрецы говорили чтобы услышать надо послушать и помолчать это еще главное что подумать подумать что есть правда подумать о том что у мира есть хозяина если есть хозяин то есть награда и наказание из этого сделать выводы брахава от слаха